Слава Богу! Здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Добрая ночь! Или доброе утро! Мне так нравится телевидение, потому что можно смотреть в любое время. Это так хорошо! И, между прочим, можно и в YouTube найти. Это так хорошо, когда мы можем слушать Слово Божие где угодно. Меня спрашивали, пастор Генри, интернет от Бога или от дьявола? Я сказал, вы представляете, я считаю, что интернет от Бога. Но, как всегда, дьявол использует все, что Бог сотворил, потому что столько блага и доброго делается через интернет. Я в восторге! Поэтому важно, чтобы мы, как Божьи дети, научились ползаться тем, что Бог дал. Между прочим, сегодняшняя проповедь, она очень важная проповедь, потому что мы рассматриваем вопрос, какое наследие мы имеем во Христе. Я это называю великое наследие. Почему оно великое? Потому что оно, это не одно что-то. В этом наследие есть много того, что Бог нам дал и дает, из-за того, что мы во Христе Иисусе, из-за того, что мы поверили. Это наследие богатое, разнообразное, широкое. Это не только прощение грехов, это много чего. Не пропусти свое наследие. Давайте послушаем эту проповедь и будем принимать к сердцу, и для того, чтобы это наследие стало частью нашей жизни. Давайте посмотрим. Великое наследие во Христе. Когда мы пришли к Богу, приняли Иисуса, он нас привел к себе, и мы его приняли. Нам открылось большое, великое наследие. Есть разные направления наследия, которые Бог создал, или для которых Он нас создал. Я сегодня вам покажу три из них. Первое направление наследия, которое Бог нам дал, это наследие, вопрос спасения и жизни вечное на небо. Смотрите, как говорится в Библии. 1 Петра 1, глава 3, по 5 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству, не кленному, чистому, неувиадаемому, хранящимся на небесах для нас. Или для вас. Силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Заметите, нас возродил Бог. Не мы сами себе родили. Бог нас возродил. Как это произошло? Через смерть и воскресение Иисуса Христа. Процесс смерти и воскресения Иисуса, это был процесс возрождения меня. И поэтому Библия говорит, мы имеем живое упование. Будучи на земле, мы спасены. И мы имеем жизни после смерти. И мы имеем награды на небесах, которые там лежат и нас ждут. Второе направление наследия. Слава Богу! Бог дал нам еще одно наследие. Мы не живем только ждать неба. Бог дал нам, сделал нас новым человеком, имеющим доступ ко всем обетованиям его здесь на земле. Смотрите, как говорится к эфицианам, первая глава, третий стих по седьмой. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодать своей, которую Он облагодатствовал нас во взлубленном, в котором мы имеем искупление, крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Сейчас мы с вами живем на земле, но мы живем во Христе. Я попробую вам помочь. Вы, наверное, заметили космонавты, когда летают в космос. Космонавт в космосе, но он берет с собой в космос атмосферу Земли. Иначе он там жить не сможет. А как он берет с собой атмосферу Земли, чтобы жить в космосе? Он одевает одежду. Одежду космонавта. И смотрите, получается, что мы живем на земле, но мы посажены на небесах во Христе. Получается, как космонавт в космосе, сам приехал или прилетел из Земли, сохраняет атмосферу Земли, будучи в космосе, так и мы с вами сохраняем атмосферу Неба, будучи на земле. Мы находимся в небесном костюме, который называется во Христе. Этот костюм или это одеяние или это состояние во Христе, несколько утверждений, связанных с Ним. Первое. Во Христе я перешел от смерти в жизни. В этом состоянии во Христе мы праведны во Христе Иисусе. Мы правильно стоим перед Богом. Нету приговоров, нету повестку на суд. Ты нарушил это. Мы праведны через праведность Иисуса Христа. Кроме, если ты осознанно выкинул костюм небесный и побежал по земле в атмосферу земною, ты запачкаешься, и это разрушает тебя. Мы освященные кровью Иисуса. Очищенные, имеется в виду, мы очищенные и отделенные для Бога. Мы имеем Божью жизнь сейчас. Мы живем на земле, каждый из нас здесь живет, но в нас течет, в нашем духе течет Божья жизнь, небесная жизнь прямо сейчас. Я свой Богу. Я не чужой. Я имею все благословения. То есть, все, что мне нужно для жизни, для благочестия, оно обеспечено в духе. Все, что мне надо, это осуществить из духа в мою жизнь земной. То есть, мне передали, когда космонавты летают в космос, они берут с собой все, что надо. Завтраки у них есть, обеды у них есть, ужины у них есть, вода у них есть. Когда начинает заканчиваться все, что у них есть, земля отправляет следующий корабль. с обеспечением. Заметите, что мы с вами, когда мы родились, сразу в духе нам дали все, что надо. И не нужно дополнительный корабль с неба, нам все в духе дано. А зачем Бог нам дал обетование его? Для того, чтобы когда нам что-то надо, мы могли осуществлять из духа в жизни все, что нам надо. Когда тебе надо здоровье, да, вот возьми вот это обетование, пойди, открой. Хорошо. Когда тебе нужна еда, вот открой вот этим. Хорошо. Когда тебе нужна защита, открой вот этим. Когда ты потеря, не знаешь, что сказать, вот открывай вот этим. обетование Божие это мощнейшее орудие или же сильнейшие ключи, которые открывают вот эти разные ящики с неба, которые в духе, чтобы к нам пришло эти благословения наяву. притом Библия говорит 2 Петра 1 глава 2 по 10 стих Благодать и мир вам до умножества в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым, вот как мы это осуществляем, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них через обетования соделались причастниками Божьего естества, удалившись от Господа в мире растления похоти. Он говорит, от этого удалитесь. Растления похоти ослабевают действия обетования Божьего в вашей жизни. Они становятся слабее, не потому что они слабые, но вас слабые. Поэтому нужно от некоторых вещей удаляться, чтобы обетования Божьи были сильными, реальными и действующими в вас. Вы не сможете быть одна нога здесь, одна здесь. Обетования тогда не работают полноценно как надо. Читаем дальше. То вы предлагая ко всему все старания, покажите в вере ваши добродетели. Вот это те вещи, которые от вас требуются. Храните такую атмосферу, чтобы обетования работали. Это ваша ответственность. Что за атмосфера? Вера. Скажи вера. То есть вера нужна, чтобы обетования работали. А к вере добавите добродетели. Это слово добро делать. Вот когда вы делаете добро, вы создаёте атмосферу, где обетования живы. К добродетели добавите рассудительность или тактичность. Дальше. Говорится, надо добавить терпения к воздержанию. благочестие. потом благочестие нужно добавить. К благочестию надо братолюбие. Притом замерьте, когда братолюбие приходит почти в конце. Оно сложное, но надо. Без него обетования Божьи твоей жизни буксуют. Ты можешь поститься, молиться, кричать. Нету братолюбие не работает. И написано в братолюбии любовь. Вера действует чем любовь. Моя живая вера, которая настойчивая, дает мне полный доступ к моему небесному наследию, живя здесь, на земле. Возникает вопрос. Вопрос такой. Хорошо, пастор Генри, что мне делать, чтобы эти наследия стали реальными? Вот смотрите, как тут написано. Аллилуйя! Послание к римлянам 12, 1-2 стих. Итак, умалаю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Смотрите, новый человек во Христе, скажите я, новый человек, этот новый человек во Христе требует нового вида мышления, потому что мышление должно соответствовать тому наследием, обетованием и то, что Бог мне обижал. Когда мое мышление соответствует, то то, что Бог обижал, легко проявляется в жизни. Нужно мыслить с Божьей, с небесной точки зрения. не с земли на небо, а с неба на землю. Надо мыслить так, как тот, кем Бог тебя видит, исходя из Его слова и обетования. Поэтому, как представители Бога на земле, твои мысли, твои разговоры, твои действия приносят влияние Бога и Его Царства на на все, что окружает тебя и приносит тебе благословение во всех ситуациях. Последний вопрос. Я его называю наследие широкое. Для чего Бог производит в нас такие перемены внутри нас, в разуме, в словах, в поступках? Зачем? Смотрите, что написано в Библии здесь. Евангелие от Матфея 6 глава 10 стих. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Оказывается, Божьи планы широкие и далеко идущие. Через кого приходит Царство Божие на землю? Через кого воля Божьей, которая на небе производится на земле? Скажите, через меня. Еще раз. Теперь смотри, куда Бог идет. Оказывается, Бог желает, чтобы земное стало как небесное через нас. Наша миссия, как Божьи дети, как Божьи представители во Христе, это быть трансформаторами, превратить земное в образ небесного и принести небесный образ жизни здесь на земле. Матфея 28, 19, 20 Библия говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестья их во имя Отца и Сына Святого Духа, 20, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века». Идите, научите, перефразирую, насаждайте небесный образ мышления всех народов. Многие люди пугаются, я знаю, вот, они говорят, как я могу это делать? это же слишком большое дело, а я как? Смотрите, это Божий план, и он даст этому рост. Главное, надо начинать. Смотрите, как Библия говорит, Матфея 13, 33, «Иную притчу Иисус сказал им, Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, приложила в три меры муки». Не во всю муку, а в три меры. «Доколе не вскисло все». Царство Божие работает принципом закваски. «Ты положил чуть-чуть и жди. через время вся мука надувается даже, потому что закваска начал работать. каждый из нас, каждый христианин и вся церковь, мы свет и соль для земли. Мы трансформаторы Божьи. Наследие наше широкое и большое. трансформировать наше окружение, наше поколение должно быть нашим образом жизни». Слава Богу за великое наследие. Вот одна женщина плакала недавно, пастор Генри, мои родители умерли, муж от меня ушел, а у меня ничего нет. Я осталась вообще без ничего. А я ей говорил, а ты знаешь, что у тебя великое наследие в Иисусе Христе? Да, я это знаю, но я хочу реальности. Замерите, то, что Бог дает, это реальность. Оно просто в духе, его надо осуществить в реальный физический мир. Так и было со многими людьми, которые иногда приходят на служение болными. Вот они говорят, а я болею, а Иисус тебе исцелит, не, не, я хочу реальность. Я понимаю, что в духе, нет. Дело в том, что то, что в духе можно осуществить в реальной жизни. Давайте посмотрим свидетельства некоторых людей, которые смогли осуществить то, что в духе, и оно стало в реальности, и они получили свое чудо от Господа. Давайте посмотрим. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. У Анжелики пять лет на правой стопе была шпора и периодически она воспалялась. После молитвы она почувствовала облегчение и также анемение ушло. Анемение было где? Вот чуть ближе, да, к середине стопы. И сейчас нет ни анемения? Нет, И когда я резко... И большой палец? Все, все, все двигается. Все двигается. Все хорошо. Спасибо тебе, Господь, за это. У Валентины на протяжении недели появились сильные боли в голове резкие из-за опухоли, которая в голове сейчас. И во время молитвы она почувствовала полное облегчение прикосновения Духа Святого и боль ушла. Колики, колики прошли. Колики прошли. Куда? И прострелы. Они были из-за опухоли. Да, я думаю, что из-за этого. И в каком случае боль может уходить? Ну, в том случае, если опухоли не будет. Тогда боли не будет. Да, да, да. Вот. Или если опухоль не трогает какие-то нервы. Да. Давайте будем принимать первое. Да. Господь, я благодарю Тебя, что этот опухоль полностью умерла. Полностью. И чтобы больше не вернулось во имя Иисуса. Аминь. По Элеоноре на протяжении трех лет из-за артроза в правом колене была постоянная боль. И во время молитвы полностью ушла. У вас была артроз правого колена. И на молитву шла я сюда, и у меня очень пекло колено. И в конце молитвы это же не ушло. Слава Богу. И сейчас боли в колене нет? Боли нет, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, за это. Во имя Иисуса. Слава Богу. Как здорово, когда человек может то, что написано в Библии, почитать, понимать, применять, и оно стало реальностью. Вот я сегодня хочу сказать, для того, чтобы иметь такой возможности, нужно быть Божьим дитем. Это одно из первых наследий, которые Бог нам дает. И сегодня предлагаю вам быть наследником. А как стать наследником? Нужно принять Иисуса, стать Божьим дитем. Я вам помогу. Скажите со мной, Отец Небесный, я прихожу к тебе, прости меня, все мои грехи, благодарю тебя, во имя Иисуса. Аминь. Я поздравляю вас, если вы помолились эту молитву искренне, сегодня вы наследник у Бога, сонаследник же Христу. И все, что Бог дает в наследие, оно также принадлежит вам, потому что вы его дитет. Возможно, у вас много того, что вы хотите осуществить в жизни, и оно не осуществилось до сих пор. Я хочу помолиться с вами, чтобы это стало реальностью. Просто возложите руку на свое сердце, вторую руку к Богу, и просите у Бога, а я с вами в согласии буду молиться, и Бог сделает чудо. Во имя Иисуса, Боже, я благодарю тебя, что ты Бог, который называет несуществующий, как существующий. Поэтому я провозглашаю осуществление всего, чего они ожидают от тебя. Во имя Иисуса достанет реальностью то, чего у них в жизни нет. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю. Бог вас любит. И мы любим вас в Церкви Победы, в Голос Победы. И в любой момент напишите нам. Мы помолимся за вас. Мы поддержим во всем. Мы вас любим. Держитесь за Господом. В Нем Победа. Редактор субтитров Корректор А.